добрый день мои хорошие вы на канале светлана лосевой и это канал о вязании и сегодня я хочу представить вам очень эффектный модный жилет связанные рельефным узором отличительная его особенность это высокая планка горловины и еще мне нравится цвет цвет такой стальной приятный серый теперь давайте по конструктиву поговорим осмотрите у нас прямой силуэт очень свободный крой я буду сегодня объединять целых три размера в один то есть 44 по 48 у нас будет один такой блок размеров и 2 с 50 по 54 будем составлять описание на данный размер это российские размеры девочки европейские размеры пересчитываются путем вычитания из этих цифр числа 6 и будет европейский размер смотрите пожалуйста внимательно видите вот я приближаю вам узор да узор довольно элементарно вяжется я нарисовала схему это переплетение на четырех петлях идут у нас очень простые такие незамысловатые действия мы будем вязать в общем-то перекрещивать 4 петельки направо налево и все до лицевая изнаночная гладь красивый ворот высокий но это опять-таки на любителя вы можете сделать обычную планку сантиметров 3 до шириной по пройме тоже у нас будет планочка подниматься после того как мы сошьем изделие то есть так же как и по вырезу горловину да то есть такие модели на моем канале очень часто встречаются когда мы детали вяжем раздельным и затем сшиваем и на круговых спицах поднимаем планочку вяжем планочку еще дополнительно сейчас я вам полистаю эту модельку очень красивый модный вариант дорогие рукодельницы я очень рада что вы зашли на мой канал если вы впервые на моем канале не пожалуйста не забудьте подписаться на моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком и будет еще больше будет узнавать о новинках моего канала сразу же не забудьте поставить лайк под видео это поднятый верх пальчик ваши лайки повышают рейтинг видео и это не пустые слова и к тому же так видео попадает вашу папочку понравившихся я считаю современной женщине такой эффектный жилет будет в самый раз в гардеробе приближаю опять очень мне нравится кстати как устроен вот этот вырез то я его тоже запроектировал сегодня довольно глубокий на целых 10 сантиметров глубину будет у нас вырез по переду имейте это ввиду так но свободный крой тоже довольно широкий взяла такой сантиметр по спиночке тоже показываю вам тоже идет узор у нас такой же как по переду то есть две детали вяжутся совершенно одинаково используется для планки резинка 2 на 2 вы видите да везде в отделке вот тоже красиво свободно очень удлиненный кстати вариант да я не сказала об этом смотрите вариант удлиненный на большие размеры девочки здесь еще можно сделать по бокам небольшие разрезы такая тоже фишка интересная я кстати вот сейчас рассматриваю тоже подобный вариант жилета для себя и вот здесь хочу сделать такие боковые разрезы мне кажется это будет как-то еще более моднить скажем так так ну что еще спиночку мы посмотрели очень красиво смотрится эффектно под водолазку вообще идеальный вариант джинсы водолазку знаете такой свободный городской стиль до на природу поехать и в офис прийти и в общем то даже как домашнюю одежду можно использовать то есть вариация использования очень много предостаточно везде где женщина бывает на повседневную жизни просто идеальный вариант такую жилеточку вот этих всех водолазок у каждой женщины очень большое количество очень большое количество поэтому я думаю что этот жилет будет просто самым ходовым ходовым вашем гардеробе и так моя хорошая предлагаю вам его связать сегодняшнем видео проекте мы будем с вами составлять описание на выше озвученные размеры у нас будет схема выкройка текстовая инструкция по вязанию выложено под видео вот поэтому все для вашего удобства если вам все устраивает приступаем к выбору пряжи девочки я предлагаю использовать пряжу ализе супер лана классик 25 процентов содержание шерсти остальное акрил 100 грамм 280 метров это пряжа турецкого производства очень хорошего качества скруточку у нее мягкая совсем не колется средней толщины прекрасная пряжа для вязания мне нравится как она смотрится в рельефных узорах поэтому когда есть рельеф узор стараюсь я ее применить спицы я взяла три с половиной плотненький такой получается узорчик у нас плотненькое полотно очень похоже на оригинал вот цвет я не сказала серый да но это в принципе всегда можно в каталоге посмотреть вот я вам показывает цвет так как альтернативу хотела бы вам предложить пряжа похожего качества ализе лана катон в ее составе чуть больше таких натуральных волокон в 50 грамм 160 метров и 26 процентов шерсть 26 процентов хлопок и остальное акрил вот такая пряжа тоже подойдет по толщине она будет чуть нежнее и чуть чуть тоньше той который я вам показала 1 до 2 3 вариант совсем хорошего качества очень мягко бомбина люкс волк тоже турецкая пряжа фирма и трофил 50 грамм 160 метров составе 60 процентов шерсть мериноса и 40 процентов акрил это на и мягчайшие пряжи тоже средней толщины очень подходит просто просится в любое плечевое изделие но она подороже чем то что я вам показала до цвет тоже такое серо пепельный этот в больше такой стальной цвет серый так что девочки имейте ввиду выбор пряжи очень обзор большой обзорное видео я снимала про пряжу который в принципе можно взаимозаменяемые да мне есть видео специальный ролик я снимала на эту тему можете посмотреть на канале вот но в целом вот так у нас смотрится узор вот такие красивые получается треугольнички хороший узор красивая рельефной и совсем легко и логично вяжется несложно вяжется переплетение совсем простые на 4 петлях так моя хорошая давайте сейчас посмотрим схему я нарисовала от руки я мазур нас выглядит вот таким образом ширина мотива рельефного составляет 16 петель а высоту раппорт вяжется 10 рядов затем раппорт повторяется условное обозначение здесь довольно простые и часто встречаются у нас с вами это горизонтальная черточка изнаночная петля лицевая петля это пустой квадрат и вот эти знаки это перекрещивание 4 петли мы перекрещиваем направо 4 петли перекрещиваем налево то есть три у нас перед работы всегда и 1 за работы таким образом вот такие получаются у нас рельефные треугольнички очень логичный узор схема вам понадобится только при вязании первого раппорта высоту затем вы будете вязать по памяти потому что там все очень логично элементарно то есть это вязание для отдыха девочки и причем очень такое интересное увлекательное быстрое вязание для отдыха давайте посмотрим выкройку вот такой выкройку я предлагаю сегодня использую здесь нет размеров конструктивного видите что у нас спинка перед одинаково выглядит различие лис лишь вырезе горловины у переда это горловина более глубокая вот поэтому я думаю здесь тоже не возникнет никаких проблем все размеры я озвучиваю в расчетной части которые у нас следует после того как мы свяжем образец определим плотность вязания и тогда уже с этими цифрами приступаем к расчетам и вот такое описание у меня всегда появляется под видео стараюсь чтобы всегда появлялась бывает очень редкие исключения когда я не делаю такую инструкцию просто объясняю да но вот инструкция есть и мы будем сегодня еще раз озвучиваю размеры российские 44 48 50 54 размеры европейские 38 42 44 48 длина изделия будет у нас шестьдесят шесть сантиметров и ширина первый блок размеров 56 сантиметров составляет 2 61 сантиметр так ну и вот это описание вы сами читаете под видео естественно я это все не стану вам зачитывать здесь подробным образом идет все ваши операции по вязанию как скругление сделать на какой высоте приступать кто к тому или иному действию все здесь есть и так приступаем к вязанию образца узора и так для вязания образца я набрала тридцать семь петель 2 раппорта у меня здесь в ширину вы можете связать один раппорт в принципе ширина раппорта у нас составляет 16 петель вот поэтому ну и вот тут еще есть три изнаночные петли между рапортами вяжем 1 ряд кромочную сняли 4 лицевые 1 2 3 4 следующие 4 петли перекрещиваем на право следующим образом 4 петли сняли на правую спицу смотрите первую петлю сейчас она у нас будет за работой оставляем ее за работой а вот эти три петли высвобождаем которые следующие с помощью правой спицы возвращаем их на левую перед работой получается перекрестили 3 направо и 1 1 петля будет налево получаем все 4 петли вяжем лицевыми петлями следующие 4 петли будем перекрещивать на лево сняли 4 петли на правую спицу первые три петли перед работой а 4 за работой остается то есть зеркалим узор меняя местами и эту четвертую вяжем лицевой и эти три тоже вяжем лицевыми остались в раппорте 4 лицевые в принципе здесь надо один раз попробовать и дальше у вас все будет получаться девочки затем вяжем 3 изнаночные 1 2 3 и снова раппорт узора повторяем 4 лицевые и 4 петли перекрещиваем на право 4 петли снимаем на правую спицу первая петля за работой следующие 3 петли перед работой меняем их местами перекрестили все 4 вяжем как 4 лицевые и следующие 4 петли перекрещиваем налево 3 петли перед работой и последней 4 за работой она у нас становится 1 все четыре вяжем лицевыми как видите в этих перекрещениях нет ничего сложного и далее с еще 4 лицевые просто вяжем кромочная изнаночная переворачиваем на второй ряд все четные ряды мы вяжем как смотрят петли 3 ряд у нас с вами вяжем буду показывать 1 раппорт 2 будете вязать девочки самостоятельно если кто со мной вяжет 3 лицевые 4 петли перекрещиваем на право 1 петля за работой 3 петли перед работой меняю местами вяжем 4 лицевые затем 2 лицевые и следующие 4 петли перекрещиваем налево 4 петли на правую спицу сняли первые три перед работой следующая за работой 4 и все 4 вяжем лицевыми и остались 3 лицевые все раппорт связан узора затем вяжем 3 изнаночные и повторяем точно такой же раппорт самостоятельно у нас сами 5 ряд вяжем следующим образом 2 лицевые и 4 петли снова перекрещиваем направо сняли 4 петли на правой спицу 1 за работой следующие 3 перед работой и все 4 вяжем лицевыми по центру 4 лицевые тут и снова 4 петли перекрещиваем налево 4 петли сняли на правую спицу 3 перед работой 1 за работой поменяли местами и вяжем их 4 лицевые остались 2 лицевые раппорт связан и у нас с вами 3 изнаночной и повтор раппорта идет 7 ряд вяжем кромочную сняли 1 лицевая следующие 4 петли перекрещиваем направо сняли 4 петли на правую спицу 1 петля за работой следующие 3 перед работой поменяли их местами и вяжем все 4 лицевыми по центру 1 2 3 4 5 6 лицевых и следующие 4 петли перекрещиваем налево сняли 4 петли на правую спицу первые 3 перед работой и 4 за работой все 4 провязали лицевыми 1 лицевая раппорт связан остались 3 изнаночные и точно также вяжем 2 раппорт 9 ряд вяжем следующим образом 4 петли перекрещиваем направо сняли 4 петли на правую спицу 1 петля за работой следующие 3 перед работой поменяли их местами все 4 вяжем лицевыми связали по центру раз два три четыре пять шесть семь восемь лицевых и последние 4 петли перекрещиваем налево первые три перед работой 4 за работой поменяли местами и провязали все 4 лицевыми все и далее тут у нас 3 изнаночные и повтор раппорта девочки сейчас у вас будет 10 ряд изнаночной и на этом раппорт узора заканчивается и начинается повтор раппорта с первого ряда горячим паром будем делать влажную тепловую обработку образца обдаем наш образец горячим паром он становится очень горячий пластичный такой тянем его во влажном состоянии по вертикали по горизонтали так еще раз по вертикали оставляем сохнуть в таком расправленном виде образец теперь будем разделать расчет плотности первое что мы сделаем это посчитаем горизонтальную плотность для этого измеряем ширину нашего высохшего образца и так вот у нас он в расправленном виде укладываем его на ровную поверхность и прикладываем нашу линейку кромочная у нас тоже участвуют поэтому прикладываем вместе с кромочными и так получается девочки и так 17 сантиметров у меня получилось ширина образца и давайте 37 петель у нас участвовал 37 надо разделить на 17 сантиметров получается 2 целых 17 вот такое вот число давайте запишем 2 целых 15 сотых запишем что наша плотность по горизонтали в одном сантиметре 2 целых 15 сотых петель так второе что мы будем делать измерять вертикальную плотность для этого измеряем высоту образца прикладываем также линеечку у меня 13 сантиметров сейчас надо четко посчитать ряды своего образца связано и так девочки у меня тридцать один ряд в образце я еще два ряда вязала вспомогательных так и тридцать один ряд разделить на 13 сантиметров вот такая плотность получилось две целых получается четыре сотых давайте запишем что по вертикали у нас в одном сантиметре две целых четыре десятых ряда умещается сейчас с этими цифрами будем строить расчеты на разные размеры и так для расчетов я вот такую выкройку подобрала девочки длину изделия я беру 66 сантиметров и следующий размер рассматриваем у нас будет сегодня российский размер 44 48 и второй размер будет 50 54 то есть я вот так объединила свободный очень крой у жилета поэтому объединяем сразу три размера ширина первого размера 44 48 составляет 56 сантиметров и 2 размера 50 54 составляет 61 сантиметр ширина спинка перед вяжется одинаково понятно да везде будет узор набираем на спицы для планки 99 112 петель и вяжем резинкой два на два чтобы красиво расположить резинку вот в этом нечетном состоянии вы можете использовать симметрично чтобы она была до начинаете либо с одной изнаночной и далее начинается у вас раппорт 4 петли либо с одной лицевой далее начинается раппорт 4 петли имейте это в виду здесь нечетное количество используется в первом размере так ну и далее связав 8 сантиметров резинкой переходим на узор в последнем изнаночном ряду планки прибавляем 20 петель равномерно прибавляем 20 петель и выходим на количество 119 132 как считала откуда взяла эти петли смотрите у нас с вами ширина определена 56 сантиметров и плотность которой мы с вами тоже определяли в одном сантиметре 2,15 петель 56 сантиметров ширину я умножаю на эту плотность по горизонтали 2,15 получается 120 петель понятно да второй размер я также посчитал 61 сантиметр на плотность 2 15 131 я беру 132 петли у нас там не умещается красивый рапорт теперь как расположить наши рапорта переворачиваю вот схематичная нарисовала как располагаются у нас узор сейчас обращаю внимание на сам узор смотрите девочки сам мотив рельефный составляет 16 петель и 3 петли идет между рапортами изнаночная гладь 3 изнаночные поэтому раппорт я буду считать не так проще вот 19 петель видите 19 петель я объединила 16 петель рельефного узора и 3 петли изнаночных петель 19 в сумме да и смотрите значит у меня получается на первый размер следующее расположение начинаем значит 6 рапортов подряд у нас получается по 19 петель и плюс 3 петли крайне левое для симметрии ну и соответственно две кромочные 6 рапортов по 19 петель повторяю да а выглядит это вот таким образом раз два три 4 5 шесть раз наш рельефный узор и между ними везде по 3 изнаночные начинаем с 3 изнаночных заканчиваем тремя изнаночными понятно второй размер расположение будет следующим образом я буду здесь вот для 2 размер объяснять как рельефный узор и 3 изнаночные у меня получилось 7 рельефных узоров начинаем сразу с рельефного узора без изнаночных и 7 раз раз два три 4 5 6 7 7 раз по 16 петель то есть вот только только рельефный узор да и между ними идет изнаночные 3 петли по бокам у нас начинается с рапорта на 16 петлях заканчивается с рапорта 16 петель но соответственно две кромочные в сумме 132 петли дает вот такое расположение для второго размера так это было очень важно следующий момент высоту пройму для первого размера я взяла 22 петли 22 сантиметра для второго размера 24 сантиметра и соответствующая у меня получилось от планки до формирования проймы при длине 66 сантиметров 36 сантиметров первый размер 34 сантиметра второй размер и сразу эти мерки я перевожу девочки в ряды то есть у нас есть с вами посчитанная вертикальная плотность в одном сантиметре две целых четыре десятых ряда и я 36 умножаю на 2 и 4 получается 86 рядов понятно то же самое касается 2 8 4 ряда 2 размера и смотрите на высоте 86 рядов мы приступаем к формированию проймы для первого размера я 9 петель убавляю для 2 10 как вот это красиво закруглить я рассказываю в описании под видео то есть у нас есть текстовое описание которое я располагаю под видео всегда и так читайте и вот это описание так и теперь про вырез горловины хотел бы сказать и про плечи значит все вот эти мерки которые здесь стоят они все есть у меня в описании там стоит равенство в рядах то есть я считала и ряды для вас конечно если вы будете использовать какую-то другую пряжу другие спицы то вам придется все это пересчитывать а так в принципе готовый вариант расчета но или длина у вас будет другая девочки там тоже это момент не надо забывать так высота проймы я сказала высота теперь выреза горловины смотрите для спинки это два сантиметра глубина и вам для переда 10 сантиметров вот и на каком уровне я приступаю к формированию выреза горловины по спинке по переду я рассказываю в описании здесь я этот вопрос не поднимаю меня интересует больше вопрос как посчитать ширину выреза горловины в петельном эквиваленте и сколько петель остается на плечи вот смотрите значит у меня идет мерочка 20 сантиметров ширина на первый размер я 20 сантиметров умножая на нашу плотность по горизонтали 215 получается 43 петли понятно откуда взялась эта мерка 43 петли 43 петли составляет ширина выреза горловины как их вот так красиво закрыть я тоже описываю в своем текстовом описании под видео здесь тоже не буду рассказывать об этом на второй размер у меня 46 петель чуть больше на 3 петли шире будет вырез и на плечи остается то что остается поровну 29 и 33 по размер на вот таким образом я вкратце вам описала все цифры откуда они у меня взялись вот как я считала заострила внимание на вертикальной плотности как ее применить при вязании и зачем применить не сказала да сейчас говорю девочки после стирки любое изделие тянется трикотажные вот сильно вытягивается в длину чтобы этого не случилось пожалуйста и применяйте вертикальную плотность то есть это тот самый коэффициент который вас предохранит вот от такого нежелательного явления до моего специально заранее образец вяжем тянем адаптируем его к условиям носки да то есть мы его как бы можно его постирать в принципе но и влажная обработка то же самое эффект дает я проверяла их и стирала потом сушила и было все то же самое что после влажной тепловой обработки результат был такой же то есть я проверял это практически поэтому я смело говорю что можно так делать вот и в общем то после стирки вы получите такую длину которые планировали вас не будет вот этого перевешивания в ненужную сторону так мои хорошие при сборке соответственно сшиваете плечи до сшиваете бока здесь делаете планку на круговых спицах вот планка высокая ну то есть здесь опять-таки по желанию кто-то хочет обычную планку кто-то хочет такую высокую как у девушки модели вот здесь тоже по проймам также на спицы круговые набираете петли тоже делаете свободное закрытие везде применяется не стягивайте туго и в общем-то ваши готовые жилет готов да все слова ничего сложного нет все просто в принципе на этом свое объяснение я заканчиваю желаю вам девочки удачи что все у вас получилось и до новых встреч